По большому счету, вся ДНР и ЛНР – это одна большая прифронтовая зона. То есть там глубина до границы 50-100 километров в лучшем случае от линии разграничения. Практически все это находится под военным управлением. То есть по-другому в такой ситуации не может быть. Это один элемент. Второй элемент заключается в том, что все равно миллионы проживающих там людей надо не просто кормить, а надо им предоставить работу, возможность зарабатывать и нормально обеспечивать себя самих, обеспечивать бюджеты этих, пусть не признанных на государство. Далее, есть проблема их непризнанности и блокады со стороны Украины экономической. То есть даже если вы там что-то производите, то вам некому это продавать. А это государство были, то есть государство, эти территории в составе украинского государства были экспортоориентированы. В свое время Донецкая и Луганская области давали порядка 25% общеукраинского экспорта и порядка 40% поступлений из валюты в бюджет ежегодных. Значит, соответственно, надо решать задачу не только восстановления предприятий, но и нахождения для них каких-то рынков сбыта. Значит, эта задача решается при помощи российской поддержки. То есть ни для кого не секрет, что, допустим, ДНР и ЛНР торгуют через Южную Осетию, которая их признала, да? А дальше эти товары уже становятся не донецкими, не луганскими, а юго-осетинскими. Но, вот скажите, пожалуйста, есть такой перспективный луганск тепловоз, да? Юал, не то чтобы восстановить можно, он до последнего времени работал, тепловозы производил. Он их может производить и сейчас. А куда он их будет сбывать? Ну, можно закупить 10, 15, может быть, даже 20 тепловозов для железной дороги в Луганске, в Донецких областях. Ну, не сотни, да? Следовательно, для них единственный серьезный рынок сбыта – это Россия или страны того самого Евразийского экономического союза. Они могут выходить на них через ту же самую Южную Осетию. Теоретически могут выпускать и продавать любое количество тех же самых тепловозов, на которые способны. Но в России есть собственные производители тепловозов, да? И это значит, что им надо просто ужаться и отдать часть рынка. Потом мы понимаем, что в условиях военного времени, в условиях блокады, в условиях всех прочих сложностей, производство тепловозов, то есть тепловозы, которые производятся на луганском тепловозе, будут просто дороже. Соответственно, они неконкурентоспособны. То есть надо подвинуться и отдать часть рынка, значит, конкуренту, который тебе заведомо, кстати, проигрывает. Это все крайне сложно. Тем более, что Россия не Советский Союз, это не плановая регулированная экономика. ЦК КПСС не может принять решение и сказать, а вот такое-то количество мы закупаем отсюда, и все, до свидания. Да, значит, потому что покупают конкретные коммерческие организации, они придут в правительство, скажут, ребята, вы принимаете любые решения, на что я это должен переплачивать? Значит, компенсируйте мне это как-то. А потом придут те же самые производители локомотивов из Российской Федерации, скажут, послушайте, мы терпим убытки, мы потеряли часть рынка, компенсируйте нам. Это достаточно сложная проблема, которую необходимо решать. Часть предприятий в Донецкой и Луганской области, особенно те, которые связаны, допустим, с добычей угля, шахты восстанавливаются достаточно успешно, потому что уголь нужен, в том числе, кстати, нужен Украине, которая, опять-таки, по серым схемам, но достаточно успешно его закупала. Часть предприятий, которые заняты конкретным машиностроением, конкретным производством, с ними возникают сложности, но просто в связи с тем, что необходимо находить рынки сбыта. Тем не менее, сейчас проблема заключается, насколько я понимаю, не только и не столько в перезапуске предприятий, хотя это тоже проблема, сколько в обеспечении достойных зарплат, пенсий и всего остального, потому что, ну, ведь, опять-таки, ни для кого не секрет, что, ну, там, прямо или косвенно, но социальные выплаты финансируются российским бюджетом в Донецкой и Луганской областях, потому что своего, по сути, нету, а украинский бюджет давно прекратил социальные трансферты. Они это называли пенсионным туризмом, да, и такую информацию сблокировали. Она существовала в прошлом году, когда можно было переезжать на территорию Украины, получать там свою пенсию и возвращаться на территорию ДНР и ЛНР. Я говорю, сейчас, если вы хотите получать пенсию, вы должны просто переехать на территорию подконтрольную Киеву, там каким-то образом устроиться, и тогда, может быть, вам будут пенсию выплачивать. Хотя, значит, ну, с учетом того, что не все пенсионеры, не из Донецка и из Луганска получаются, если пенсии вовремя и в полном объеме, то, соответственно, у этих людей возникает еще больше проблем. То есть начисления не идут? Нет, ДНР и ЛНР вообще не получают никаких... Встаник перед телекамерами показывали вот этот центр, который открыли на границе. Перед телекамерами они даже показывают, как ополченцы сами себя обстреливают. Перед телекамерами много чего показывают. На самом деле, еще раз повторяю, в прошлом году, да, в 2014, в начале 2015 года возможность пересечения линии разграничения, получения пенсии и возвращения назад существовала. Сейчас эта возможность практически блокирована. Причем блокирована совершенно сознательно. Там проводилась целая кампания по поводу того, что, значит, украинский бюджет содержит сепаратистов. И что, мол, если они хотят получать украинские пенсии, пусть они уезжают с территории подконтрольными сепаратистами и тогда получают свои пенсии. А если они живут там, то пусть они разбираются с Захарченко, пусть они с Захарченко пенсии платят. Ну вот сейчас они практически, пенсионеры Донецка и Луганска, получают свои пенсии за счет российского бюджета. И проблема в том, что, опять-таки, поскольку они же в российский бюджет не закладывались, да, то эти пенсии очень маленькие. Там, я не знаю, были когда-то 3 тысячи, сейчас, по-моему, 5 или 6 тысяч. Но, в общем-то, они крайне малы. И, ну, пока что, по крайней мере, хотя неоднократно там говорили о их полуторном, двукратном увеличении, но, по-моему, единственное, на что сподобились, пока это увеличили, их на 15 процентов, это, суть, абсолютный минимум, тем более, что цены там вполне соответствуют, суть, российским. А то в некоторых случаях и выше, чем в соседних российских регионах. То есть здесь еще существует проблема неэквивалентной оплаты труда и проблема, суть, неэквивалентных социальных выплат. Но, опять-таки, это, суть, проблема, связанная с войной, связанная с непризнанностью этих республик и с тем, что, ну, невозможно их финансировать так, как финансируется Крым. Просто определить, когда идут трансферты из российского бюджета, значит, определить необходимую сумму и выплачивать. Поэтому там преодолено состояние гуманитарной катастрофы, которая, значит, была характерна для прошлого года, для прошлой зимы. Но там сохраняются огромные трудности. То есть если мы говорим, там нет гуманитарной катастрофы, это значит, что там просто нет самых голодных смертей, и народ не бежит оттуда уже валом. Ну, в том числе и потому, что все, кто хотел и мог, уже убежали. То есть есть какой-то достигнут какой-то уровень существования, уровень выживания. Этот уровень не может быть поднят до нормального человеческого до тех пор, пока идут боевые действия. То есть в любом случае, это территория под военным управлением, это в любом случае военная экономика, и это в любом случае, значит, непризнанное государство со своими очень большими проблемами. Значит, окончательное урегулирование, окончательное решение проблемы, возможно только после политического урегулирования. Но постепенное улучшение, не доведение, конечно, уровня жизни до уровня, не знаю, не Санкт-Петербурга, но Нижнего Новгорода. Значит, но постепенное улучшение... Уважаемые гости, мультимедийная пресс-конференция на тему российская финансовая система обзор ключевых тенденций начинается в президенте Санкт-Петербурга, приглашаем все в золото. Постепенное улучшение ситуации, так сказать, пошаговое, возможно даже вот в рамках нынешнего формата. Собственно, запуск каких-то дополнительных предприятий, создание дополнительных рабочих мест, постепенное увеличение денежного содержания и изыскание возможностей хотя бы частичного формирования местного бюджета за счет местных возможностей. Пусть это будут какие-то серые схемы торговли и так далее, но тем не менее, значит, деньги в местные бюджеты будут поступать. На самом деле они уже поступают, просто в недостаточном количестве.